Всем доброго утра! У нас опять позднее утро, опять уже почти 10 утра, Дени еще дома, я готовлю именно завтра. Всем приятного аппетита! В общем я закончила со всеми своими утренними процедурами и обязанностями и сейчас я приступлю к консервированию огурчиков. Ну что получается опять ровно 12 двухлитровых бутыльков, вода уже кипит, будем делать первую заливку. В общем поставила бутыльки опять второй залив на 10 минут париться и потом уже начнем делать специи и все такое. Ну конечно сейчас моя кухня такая жаркая, так как кондиционер уже сюда не доходит, плюс экстра тепло идет от кастрюли пара, я включила фен, чтобы оно высасывало конечно. Это не помогает нашей проблеме. Но Дени только что позвонил, сказал, что купил деталь для кондиционера и будет над этим работой. Так что надеюсь, что кондиционер сегодня будет работать. Значит так, закончила я огурчики, они сейчас я их уже закрыла, они стоят там, доходят, охлаждаются, потом я их уже поставлю в кладовую. А сейчас я засела заняться финансами. Для меня это такое измолительное дело. Я никогда это уже больше в последнее время вообще не хочу о них думать, слушать и вообще. Весь наш, все наши 17 лет брака финансами занималась я, Дени зарабатывала, я платила счета, подсчитывала, все такое. И похоже, что пришло время все это подвести итоги и отдать это Дени, потому что это меня очень изнуряет и вводит депрессию. Да и плюс Дени не знает, в какой ситуации мы находимся, полностью не может понять, что ему делать и сколько зарабатывать и все такое. Он сказал, чтобы я ему отдала все финансы, потому что похоже, это все-таки не женское дело. Когда, конечно, финансы у нас были, процветали и все было хорошо и не надо было волноваться, то было приятно их и подсчитывать. А когда уже туговато и с нашими растратами теперь, наши растраты теперь выросли, так как уже четвертый ребенок пошел в школу, то время отдать это Дени. Это вообще Богом создано, чтобы мужчина занимался финансами. Я за это долго держалась и боялась отдать. И, по-моему, Бог мне уже не дает ни другого выбора. Время отдать и положиться на него. В общем, сидела дома, делала свои дела и вспомнила, что надо платить за машины. Потому что, если я дождусь до понедельника, придется платить экстра деньги. И надеюсь, что они еще не закрылись. Так что я полетела, оставила детей с Джульеттой. Ну, там Дени тоже во дворе. Ну, в общем, поехала я. Приехала я в кредитную компанию, а они закрыты. Написано объявление, что у них нет электричества. И написали телефон, куда звонить. Я, в общем, позвонила. И этот самый кредитор сказал, что какой-то грузовик въехал в их линию с электричеством. Короче, и весь этот ряд их офисов, короче, без электричества. Он сказал, что если я вернусь в понедельник, у меня не будет штрафного типа, знаете, экстра платишь, если позже. То это уже хорошо. Я рада за это. В общем, мы поехали сейчас. Я отвезу младших девчонок к бабушке. И мы с Джульеттой поедем, заберем Софию, так как она у нас будет ночевать. И рядом с Софией там есть магазин «Рос», который нам нравится. И мы пойдем туда, так как у нас в понедельник в нашей семье есть именинница. Нашей тренечке будет три года. Так что мы поедем выбирать ей подарки. Уху! Я привезла детишек к бабушке. Бабушка нам даже включила кондиционер похолоднее. Нам очень приятно. Вообще, та температура, с которой мы живем, я думаю, бабушка так живет каждый день без никаких проблем. Она у нас экономизировала, не эта самая сильная, не эта самая нехлаждая. Что за стреляет? Что ты их забрала? Итак, трагедия сестер. Одна забрала игрушку и другой. Она быстро отдала. Скажи! В общем, а мы поехали за Софией. Вот бабушка, мама меня спрашивает. Какой у тебя сегодня день? Говорю, мясное. О, я курицу сделала. Хочешь малосольный огурчик. В общем, бабушка заботится обо мне. Вкусно, все вкусно. Так, мы идем в этот магазин. Посмотрим, какие там игрушки есть. Ну, там и одежда, и все такое. Покупаем для Тринити. Вообще, взяла некоторые подарки для Тринити. И каким-то образом оказалось около платья. Каким таким образом, понятия не имею. Обычно я в этом магазине нахожу... Каждый раз могу на себе какое-то платье. Ну, что-то сегодня вообще ничего нету. Что-то не зовет мое имя ни одно из платьев. Видно, уже все разобрали. Ну, ничего. Будут деньги в сохране. Таким образом. Что тут за сумка? Что за сумка? Это мне, по-моему, сестра так и говорила. 32 доллара. Какое-то непонятное такое. Ну, ладно. Не в моем вкусе. Ну, кому-то, видно, подходит. Тут еще такие сумочки есть. Симпатичные. Но я их все равно покупать не буду. Девчонки это самое. Девчонки пошли что-то там мерить. А я уже как-будто готова идти. Ну, придется ждать. В общем, привела я, девчонок, еще один магазин. Называется RU21. Goodbye. Чем мне нравится этот магазин. У них всегда есть секция, в которой одежда либо по 5 долларов, либо по 3 долларов. Ну, по 3 доллара это те, что уже с длинными рукавами. И уже сезон прошел, то они по 3 доллара продают. Вот. В 5 долларов есть и длинные рукава, и короткие рукава, кофточки. Девчонки сейчас смотрят секции, которые 50% off. Удачи нам. Короче, я не выдержала. И это хочу померить себе платье. То, что 50% off. Оно когда-то стоило 20 долларов, теперь 15. и сейчас 7,5. Ну, посмотрим. В общем, вот такой результат. Не знаю, как будто неплохо. Не знаю, даже. Я еще подумаю. Может куплю, может нет. А так как будто сидит хорошо. Такое все такое... Вуууу, плетяшко. Посмотрим. В общем, чем больше я его примеряю, тем больше оно мне начинает нравиться, я думаю, все-таки куплю, он такое легенькое, для лета, думаю, хорошее платье. Ну вот. Итак, сейчас, после 8, мы приехали на фантаны. Сейчас как раз подсветочка так видно, красиво. И, я обещала младшим печенком, Мы старшие, как всегда, пошли гулять по улочкам и в шоколадный магазинчик. Ну, а мы будем прахло ждаться здесь. Скарли, что ты делаешь? Что ты хочешь? Смотри, смотри, красиво! Какой красивый закат. Люблю закат здесь. Мы пришли со собственными игрушками. Что-то вместо фонтанов Трэнити играется с своими тядьками. Ай, заперлась я сама на эту бордюру. Ой, куда же тебя несет, дорогая? Ой, ну пришли на фонтаны одни, ну. Смотрите, как высоко она. А она идет, как каскадерша. И не хочет, чтобы ее еще держала. Ну, вы представляете? Careful. Будешь слазить? Ой, 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 так, молодец. Осторожно. Обезьяна. Молодец, молодец. Скарли, как всегда, нашла друзей. А Габриэл спокойно сидит, тебя штамп. А, уже неспокойно. Наша Трэнити везде, только не в фонтанах. Вот такая у нас лягушка-путешественница. А вообще, это как раз мое время дня. Вот когда вечер, луна уже вышла, уже темнеет. Начинает прохладнее быть. Хотя духота все равно чувствуется. Мама сказала, что, по идее, должен быть дождь завтра. Я надеюсь, что будет. Не мешало бы. Но все равно уже температура спадает. Небольшой ветерок идет. Играет музыка сейчас. В общем, хорошо. Я наслаждаюсь этим временем. Я надеюсь, что к тому времени, как мы придем домой, наш папа починил кондиционер. Я надеюсь. У нас новая игра. Она лежала, у нее язык был высунутый. А, вот так. Вот пойди и разберешь, что с этим делать. Спасать пора. Что случилось, Рэнни? Ты нужна доктора? В общем, Габриэл сказал, что он делает себе такое задание. Пробежаться, чтобы вода до него не дотронулась. Прыгает от козника. Рэнни. Говорит, что не дотронулась. Ну ладно, сделаем вид, что мы поверили. Девчонки нашли хаски тут. София признается ей в любви. Красавица собака. Принка тоже ее облизывала. Луна, полная луна. У нас примерно 13 минут после девяти. Я думаю, время идти домой. Итак, мы вернулись домой. Посмотрите, это мои бебечки. Мои красивые бебики. Вот, 12 штучек. Еще одна классика. Шедевр. И на этой ноте я заканчиваю наш влог. В общем, девчонок представила еще одному классическому шедевру. Шестое чувство. Помню, когда я это еще смотрела до того, как стала мамой. Все такой же хороший фильм. Ну, а вам спокойной ночи. До новых встреч и ба-бай.